Привет, мы продолжаем проходить замечательный мод под названием Фотограф, конечно же, да, на максимальной сложности, на уровне мастер. Ну и, может быть, кто-то пропустил серию или две, хочу сказать, что я нахожусь на данный момент в промзоне. Пусть собачатина выбежал. У меня винтовка затменила. А вот и снорк. Прямо в чердак ему. Ой-ой-ой. Какая-то подлость в аренду наталована сзади. Блин, долго бегать не получится. Да, промзона это промзона. Явно не самое лучшее место для прогулок. Так, вообще бы нужно пожевать чего-нибудь. И, может быть, выпить водички. Так, отлично, еще одного снорка мы. Так, успокоился. Отлично, давайте ему прям чердак. Хорошо. Так, вообще, я думаю, да, давайте лучше вот... Попользуемся калибром 5.45. Что ж за хер-то такая. Разное я уже видел, но такого. А ведь это когда-то было человеком. Да, зона великая художница извращенка. Но я не жалею, что сюда попал. Назову этого мутанта Снорк. Так, и вот снова фотограф придумал... Отличное название для мутанта. Так, ну что ж, да. А мы возвращаемся к дезертирам. Нам нужно передать... Информацию, как мы все провернули, именно. Так, ну и заодно продать, потому что это... У меня очень много вещей. У меня аж 100 килограмм. Бегать не получится. С таким весом. По крайней мере... По крайней мере, долго. Точно. Может быть, какие-то короткие дистанции, но... Так. Хорошо. Для начала мы зайдем к скряге. Это торговец дезертиров. В принципе, да. Известный персонаж по... Теням Чернобыля. Так, сейчас я... Ага, ну да. Все это я разрядил. Так. Хорошо. Продаем. Отличная копеечка. Намечается. Так, вот эти вот патроны точно не пригодятся. Поэтому мы их тоже продаем. Так. 5,56 калибр. Вообще, было бы неплохо. Прикупить. Ну и водички вообще бы. Тоже было бы неплохо. Так. Прикрутим глушитель. Хорошо. Так, ну идем, конечно же, да, к Лукашу. О, кормилец. Чем пришел? Лукаш, ну ты и гад. Зачем его ребят угробил? Тихо, тихо. Не шумит так громко. Ты просто всего не знаешь. А чего там знать-то? Нормальные здоровые ребята. Никого не трогали. А ты их... Да еще меня, как марионетку слепую, использовал для этих целей. Да не ори ты. Мы против обычных диггеров и сталкеров-одиночек ничего не имеем. Но эти... Эти совсем другой разговор. Знаешь, чем они промышляли? Не знаешь, а я тебе расскажу. Эти твари отлавливали беглых солдат и за деньги сдавали их обратно на военную базу. А с дезертирами там не церемонятся. Усек тонкость момента. Так что по-другому с этими крысами поступить никак нельзя было. Никак. Ладно, если так, то понятно. Но только лично я не сторонник таких методов. Можно было просто наказать, но не убивать. Это зона, брат. Здесь свои законы. Либо ты, либо тебя. Ладно, кончаем базар. Сейчас мы с моими ребятами займем ту самую заброшенную фабрику, где диггеры обитали. Хорошее это место для базы. Пошли с нами, лишний ствол нам сейчас точно не помешает. Мало ли чего. А как доберемся до ангара, там я тебе переход в лес и покажу. Опять ты чего-то темнишь. Не доверяю я тебе. Не ссать. Лукаш никого не кидал еще ни разу. Пойдем с нами в ангар, там все потом и порешаем с тобой. Здесь останутся Кэп, Джанго и пятеро солдат. Эту точку тоже беречь надо. Остальные мои бойцы сейчас как раз из рейда возвращаются. Они сразу двинут к ангару. Так с ними и встретимся. Надо поспешить. Боюсь, что Шерши не успел воякам сообщить о нас. Поэтому надо закрепиться на фабрике. Оттуда они нас так просто не выбьют. Ну ладно, пошли. Так, пошли дезертируем занимать фабрику. Мы тихонечко вот так вот сзади. Продержимся, прикроемся, если что. Так, здесь, по-моему, дорога. Афигеть. Вот это номер. Что это еще за акробат такой? Зона, мать ее. Она, видимо, решила тут цирк устроить. Назову эту хрень, выползнем. Так, хорошо. Вроде бы фабрику заняли. Мужик, ты бы не шел туда. Там может быть хреново. Ну что, Лукаш, все теперь нормально. Да, теперь все в самый раз. Успели занять ангар до появления вояков. Теперь укрепимся здесь надолго. Спасибо тебе. Ну, спасибо, на хлеб не намажешь, как говорится. Ты обещал показать место перехода в лес из промзоны. Да, конечно, сейчас отмечу тебе на карте точку начала перехода в лес. Дальше сам разведаешь дорогу. Если что, заходи в гости, фотограф. Хорошо, кстати, хочу еще спросить тебя про Харона. Какой-то он странный. Кто он такой и чем занимается? Про Харона мне мало что известно. Сам он не слишком разговорчив, а другие, как я, про него знают немного. Говорят, что он в зоне с самого начала. То ли работал здесь раньше до аварии, то ли был из числа первых, кто прибыл сюда на ликвидацию последствий. Неважно, главное, что он самый лучший проводник в этих краях. Знает такие обходные маршруты и тайные тропы, которые никому и не снились. Он и нам помог в свое время сюда, в промзону, перебраться. Так что вот так вот, извини, больше высказать не могу. А ты, фотограф, если что, заходи в гости. Удачи тебе. Ладно, и на том спасибо. Все, мне пора, до встречи. Так, ну вообще, уходить... Золдат, забытый богом страны. 0-102-й уходят, чисто. Работай. Вообще, уходить с комбирами. 0-101-й, я на месте, группа пошла. Гвардет, я Гошин, сел. Гвардет, я Гошин. Следующий! Побывает, блин, будь здоров! Сколько я тут дезертиров положил? Все? Так, собираем все шматье. Так, еще. Вот это я сейчас разбогател. Вот он. Стреляем в него, мужик. Черт, сейчас как бы меня не подстрелили. Охотника, блин, за сокровищами нафиг. Эй, прикрой меня! Народ, мы в минусе! Хана тебе, дядя! Так, он один остался, блин. Мужики, вы че? Да стрелить его, что ли, не можете? Так, сейчас я проверю ангар, может быть, и здесь кого-то. А вроде бы нет. Отлично. Так, собираем побырику. Так, а где... Ну да, после нас, как говорится, хоть потоп. Да че ты смотришь? Здесь больше ничего нету. После меня мало что остается. Так, в общем, набрал я дофига хабара. Так, сейчас мы этот весь будем хабар продавать. И зарабатывать бабло. шуруп. Так. Ух ты, еще один товарищ, а? Про которого все забыли. Так, хорошо. Так, где-то у нас здесь был скряга. Так, сейчас вот мы ему все и продадим. Угу. Мне это не надо. Так, а вот денежек, да, заработать... Это милое дело, почему бы и нет. Хорошо. Я теперь стал богатый. Ну что, Макс, вроде бы отбились от военного десанта. Да, фотограф, отбились. Только это не вояки, а переодетые наемники. Эй, сам сразу не понял. Даже и не знаю, откуда они взялись. Спасибо тебе, что помог нам решить проблему. Я видел, как ты завалил, по крайней мере, одного гада. Ты смелый малый. Вот возьми от меня в награду помповое ружье. Ремингтон 870 Марвин Магнум. И пару пачек патронов для ЖКана. Как-нибудь заходи в гости. Может, чего интересного предложить смогу. Хорошо, Макс, спасибо за награду. Порешаю свои дела и, может, заскочу к тебе в гости. До встречи. Ружье, конечно, хорошее, но мы его тоже, в принципе. Эй, ты что, тупой? Все, чувак, приплыл. Блин, они опять согресны. О, молодец, гранату хинул. Все. Зомбарь какой-то, наверное, мимо проходил. Вот они на него и согрились. Так, где он? Вот он, скряга. Кстати, у скряги есть на обмен. Оружие, патроны. Ну, это оружие беспонтовое. То есть... А патроны, да, ну вот он меняет на... Разные продукты. В принципе, можно этим заниматься. Тут уже по желанию, кто как хочет. Так, хорошо. Как бы, в принципе, вы могли догадаться, что... Это были наемники, про которых нам рассказывал Браун. Что вот появится группа отвлекающего маневра. Вот именно вот эта вот группа наемников и была вот этим вот своеобразным отвлекающим маневром. Хорошо. Ну, а мы выдвигаемся к переходу в лес. Там уже нужно нам будет, как бы, встретиться с группой наемников. Ну и поговорить с ними. Серьезно так, поговорить по-мужски. Так, нужно было, вообще бы, по-хорошему гранаты прикупить. Эх, не купил я гранат. Да. Вот теперь... А, кстати, да, можно вот... О, вот подудел в дудку, а. Да что ж это загадская дудка такая. Слетятся мыши. Да хрен там. Обманул, падла. Так. Беспонтовый момент, потому что во время этого разговора... Вернее, даже не разговора, а комментария фотографа двигаться нельзя. У меня снорки этот... Чуть не загрыз, сволочь. Иди сюда. Так, че ты бил? Блин. Подкрадывается сзади, сволочь. Отлично. Нефиг. Нефиг тут шастать. Так, ладно. Мы сейчас проведем быстренько спецоперацию. Так, вот это вот еще, товарищи, мы тоже вроде бы подстрелили. Так, значит, быстренько бежим к переходу. Вот сюда. Так, ну и можно здесь вот устроить им засаду. Наемничкам. Но для начала нужно дождаться, пока они подойдут. А вот они уже и бегут. Их, по-моему, четверо, да. Их четверо. Попробуем их к гранатой приложить. Да, нужно было купить еще парочку эфок. В принципе, да. В принципе, отсюда ничего не видно, но... Переживать не стоит, потому что будет дан сигнал. Они согрелись, по-моему, на кошек. Просто там рядом кошки бегали. И, наверное, они согрелись на кошек. Так. И вот четвертый. Ну вот, кажется, мы на месте. Дальше переходим в лес. Подожди. Я сейчас тебе пропуск выпишу. И свинцовую печать поставлю. Есть у меня для этого граната. Так, по-моему... По-моему, один остался в живых. Так, ну ничего. У меня есть винтовочка. С оптикой. Сейчас мы его постараемся достать. Ух ты, водичка у тебя была. Молодец. Твою мать. Вроде взрослый человек. А дохлых мышей в кармане таскаю. Да, ребятки, я, оказывается, еще одну летучую мышь подстрелил. Вернее, как гранату кинул. Так, хорошо. Так, вроде бы я их облутал. Сейчас проверю еще раз. Да. Ну что ж, переходим в лес. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. Продолжение следует... Так, я напомню, да, что в лесу нам, кстати, да, нужно будет ликвидировать еще одну группу наемников. Для этого лучше спрятаться вот здесь вот. А вот они бегут. Так, вот они, товарищи. Здесь тоже можно, кстати, не переживать особо. Должен быть звуковой видеофайл включен. Простите, звуковой видеофайл. Аудиофайл. Из игры. Так что вы узнаете, когда можно их атаковать. Да, что их до сих пор нет. Они давно должны быть уже здесь. Да не волнуйся ты. Сейчас встретитесь. Ой, аж меня это зацепило гранатой. Отлично. Один меткий бросок гранаты. И враги повержены. Ух ты, еще одно монпансье. Так, нет, ворону я зря, конечно, подобрал. Так, ну что ж. У нас есть... Сколько? Два монпансье. Поэтому могу с уверенностью 99% сказать, что мы, скорее всего, да, будем работать на биорадар. Так, вообще, воронку... А я взял их две... А вот не помню. Так, ну, вроде бы, все. Так, вот это вот тоже оставим. Продать ему трудно. Ладно, если что, ворону потом скинь. Так, отлично. Ну что ж, а нам... Теперь нужно будет отдать всю полученную информацию связному брауну. У меня перегруз 99, кстати, килограмм. Не очень-то большой перегруз. Так, локацию лес я не люблю. Мягко говоря, не люблю. Наверное, одна из моих нелюбимых локаций. Чистом небе тоже, вот, рыжий лес. Мне никогда не нравился. Тяжело как-то вот в этом лесу быть. Тяжело как-то... Опасно. Точно так же вот и в этом моде. Вот, аномальный лес. Кстати, это довольно-таки большая территория. Ну, тут точно могу сказать, что это одна из самых крупных территорий. Если не самая большая. Заселена она, кстати, тоже. Вот здесь почти все мутанты есть. По-моему, только нету псевдогигантов. А так все мутанты присутствуют. И химеры, и контролеры, и бюреры, и полтергейсты. Короче, неприятная такая вот локация. Особо здесь не разгуляешься. Так, ну и вот здесь вот, да, здесь вот небольшая стоянка охотников, которые появлялись по сюжету игры чуть попозже. На данный момент здесь никого нет. Так, хорошо. И здесь, по-моему, еще одна коробочка была. Так, ну, вообще, самое радостное, знаете что? Что я вот сумел выбить два Монпансье. В среднем, да, вот если играете в этот мод, в среднем Монпансье попадается... Ну, при лучшем раскладе. Он выпадет один раз за игру. То есть это очень редкий, прямо вот, в прямом смысле этого слова, очень редкий. Редкая штука. Если выпадет два, то все, можете прыгать на голове и кричать от радости. Потому что биорадар можно будет получить только, если вы имеете... Если вам выпали два Монпансье. Так, зомбари несчастные. Так, зомбари несчастные. Так, зомбари несчастный. Хорошо, вроде бы всех Да уж, незавидная судьба закончить свои дни ходящим безмозглым куском мяса Раньше думал, что зомби существуют только в кино Когда-то смотрел Обитель зла и в душе смеялся Теперь не до смеха Да, действительно, если вдуматься, это... Довольно-таки, да, мерзко, вот так вот Так, ну да и ладно, в принципе Нам ли горевать? Так, а вот здесь вот еще есть один важный момент Вот здесь вот, под этим экскаватором Находится снайперская винтовка сбалансированная А, нет, СВД десантная Она нам понадобится по заданию Лукаша То есть ее тоже желательно взять Так, похоже, собачки нас заметили Да, и это не просто собачки Это псевдо-псины Кстати, их легко можно отличить по характерному лаю Так, легла Отдохну Так, здесь вообще-то тяжелый момент Здесь такая вот своеобразная Псиная засада Вот я и уже Так, по-моему, собачий хвост у меня есть Так, странно Их здесь обычно По-моему, четыре Эти псевдо-собаки Ну, они же определенно где-то есть Ну, и ладно Хе-хе Псиная засада Так, отлично Вот мы снова вернулись на испытательный полигон То есть сделали такой вот крюк Большой Ух ты, выхлоп есть у нас Угу Ну, выхлоп мы попозже подберем в Припяти Так, радиоактивный хлам Нет, нет, нет Нам нужна история Она, по-моему, называется Загадочная башня Или как-то так вот Всят, что ли Черт Могут и разорвать на куски Да, как я уже говорил Это, наверное, самые опасные мутанты Очень быстрые Защита у них как-то непропорционально Огромная Могут соединяться в крупные стаи Если нарветесь на Такую вот стаю С десяти или Двенадцати Таких вот псин Отбиться будет довольно-таки тяжело Так Тихий Фигня, короче Не нужно это Оружие Вот АКМ-калаш Как бы прикольный калаш Под 7,62 Но, не знаю Мне дизайн не нравится Какой-то вон это Кстати, можно на него этот И подствольный гранатомёт вешать Ну, не знаю Мне больше нравится Вот обычный АК-47 Если именно вот Такой вот автомат Использовать Ну, а попозже Можно будет взять Пулемёт По-моему АКМ Так Хорошо Так Здесь уже автомат Можно будет спрятать Так Вот там вот Кстати, справа Обитает кровосос По идее Они должны были уже Респавниться Вот я уже слышу Вот они Вот один Вот второй бегает Да, поэтому В ту лощинку Лучше не соваться, ребята Во-первых Там, по-моему Этот Кристаллы Респавниц Но ради этого Связываться с этими Кровососами Их там, по-моему Даже трое Хорошо Хорошо, давайте Вот отдадим Связному Здравствуй, сталкер Вы продаёте Славянский шкаф? Ой Что-то я заговариваюсь Добрый день Ты связной Полковник Абрауна? Да, это я А ты и есть фотограф Как я понимаю Совершенно верно У меня информация Для полковника Абрауна Велено было передать Через тебя Но я всё-таки Лучше сам бы Передал информацию Брауна сейчас На базе метра На важном ожидании О котором никто Не должен знать Так что Давай мне всё Добудьте информацию Дальше связь С полковником Будем держать Через меня Через некоторое время Я тебе сообщу О дальнейших действиях Хорошо Вот два ПДА Главарей наёмника Там много Всего интересного И передайте Что по поводу Ощельника Пока ничего Конкретного Разнезнать Не удалось Кроме того Что он лучший В зоне проводник Хорошо Так Мы отдали Вот два ПДА И выполнили Задание Кстати Можно ему Продать Наверное Вот эти вот Патроны Отлично Отлично Так Ну а дальше Нам и Давайте Пойдём К Воронинам Здравствуй брат Говори Зачем пришёл Я по поводу Задания Да Вот Выполнил Винтовку Отдал Так Боевой Винчестер Это у нас Ага Это в подземке Ага Ну и модуль памяти Не хочу искать Приветствую Генерал Рад видеть Фотограф Ну что Удалось тебе Отыскать переход Из леса Сюда На полигон И главное Маршрут В обратную сторону Да Генерал Я нашёл Безопасный Путь В лес Так что Теперь Сообщение Между полигоном И лесом Открыто Я готов Скинуть На ваш ПДА Информацию О переходе В лес Отличная Работа Фотограф Я как и Обещал В долгу Не останусь Дам тебе Новенький Тактический Абакан И пару Пачек Патронов К нему И ещё Зайди К моему Заместителю Полковнику Педренко Педренко У него Для тебя Есть Дело Очень Интересное Хорошо Генерал Обязательно Зайду Принимайте Информацию Я пошёл Так Отлично Вот нам Дали Замечательный Автомат Мы его Будем Юзать Ну а Самое Главное Да Мы Обязательно Зайдём К Педренко Зачем Пришёл Здравия Желаю Я вижу Ты Ловкий Малый Фотограф Не Желаешь Ли Потрудиться На Благо Науки И Российской Армии Ну И Заработать Конечно На Этом Да Шучу Я Если Согласишься Не Обижу Получишь От Меня В Награду Немного Денега Главное Уникальный Гравик Костюм Который Позволяет Переносить Дополнительно До Пятидесяти Пятикилограмм Веса То есть Тот Гравик Костюм Который Я Купил Он Позволяет Переносить Пятьдесят Килограмм А Вот Это То Что Даст Полковник Петренко Он Пятьдесят Пять Но Беда В том Что Обычный Гравик Костюм Он Весит Десять Килограмм А Тот Который Даст Петренко Он Весит Пять Килограмм То есть Получается Еще Десять Килограмм В Плюсе Вы Имеете В Отличии От Гравик Костюма Который Есть У Ученых Этот Костюм Не Имеет Отрицательных Свойств Да И Переносимый Вес На Пять Килограмм Больше Мне Его По Спец Заказу Научники Сделали Так Что Этот Гравик Костюм Существует Только В Единственном Экземпляре Да Я В В принципе И так Тут В поте Лица Жопа В Мыле Хотя Предложение Интересное А что Нужно То Ну Тогда Слушай Вводную Тебя Наверняка Не секрет Что В зоне Постоянно Бьются Вертушки Для Нас Военных Это В первую Очередь Означает Что Мы Несем Неоправданные Потери И Не Можем Должным Образом Выполнить Поставленную Командованием Задачу Так Вот Наши Высоколобы Ученые Обещали Нам Что Решат Эту Проблему Понаставили На вертушке Разной Аппаратуры Чтобы Понять Почему Они Падают Даже Если На Большой Высоте Идут Ну И Получилось Как Обычно С Тех Вертушек Что На Базы Вернулись Толком Никаких Данных Снять Не Удалось А Вот Вертушки Которым Повезло Хоть Что Записать Теперь Где И Каким Же Образом Черные Ящики На Горбу Сюда Переть Да И Где Эти Вертушки Искать Ну Придется Покрутиться Ты же По Зоне Уже Достаточно Отмахал Наверняка И на Разбитые Вертушки Натыкался А Черные Ящики Тащить Не Нужно Я Выдам Тебе Специальный Регистрирующий Прибор Который Вблизи Вертушки Сам Активирует Аппаратуру Блюпуп Блюпуп Какой-то Я Не Могу Не Белькаи Да Блюпуп Это Этот Мод Вообще Гениально Блюпуп Какой-то Даже Кабель Не нужно Никуда Втыкать Просто Берешь В руки В непосредственной Близости С объектом И считываешь Инфу Упавших Вертолетов Должно Быть Десять В разных Местах Зоны И в разное Время Потерпели Они Крушение Точные Координаты Мест Падения Неизвестны Так что Придется Поискать Известно Только Что Искать Следуют Вертушки На Нескольких Территориях Миротворческого Корпуса Болото Промзона Аномальный Лес Мертвый Город В окрестностях Бара И где-то В колхозе Червоно Дышло А так же В самой Припяти В Припяти Их Должно Их На территории Миротворческого Корпуса Да еще В зону Наверняка Полно Разбитых Вертолетов Наши Потерпели Крушение Совсем Недавно Так что Думаю Отличишь Их От других Ну Теперь Более Не менее Ясно Постараюсь Добыть Вам Информацию Так Давайте Прям Сразу Ему И Продадим Всю Вот Это Вот Фигню Так Этот Калаш Продаем Это Продаем Так Эти Патроны Не Нужны Так Вообще Огурчики Тоже Не Нужны Но Пускай Будут Так Ага Вот у нас Загадочная Башня Наконец Ну да Она Всегда Вот Эта История Появляется Когда Говоришь С Воронином Да Да Я Слушаю Так Давайте Возьмем Работу Так Часть Тела Снорка Хорошо Так Глаз Свиней Мутанта Я По-моему Их Настрелял А Нет Я их Распродал Да Нужно Было Это Ладно Ничего Не Попишешь Так Огурчики Можно Продать Так Вот Эту Всю Беду Оставим Так Аптечки По-моему Нужно Будет Купить Так Бинты Ну и Бинты Да Тоже Нужно Бы На всякий Случай Купить Хорошо Рюкзак Вообще Да Рюкзак Нам Тоже Понадобится В ближайшем Будущем Так Хорошо Так 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 А Да Нам же Нужно Поговорить С Дроздовым С ученым С ученым Так Это По-моему Очка А Подходите Что У вас Доброго Здравия Служителя Обнауч Тебе Тебе Насморк Не Подходите Уважаемый Как И Как И Будешь Я Фотограф Корреспондент Сыграет Материал Озоне Отчуждения И Вот Возникла У меня Тут Проблем Как Материал Сыграет В Сыграет Вы тут Занимаетесь Уважаемый А не Материал Сыграет Весь Материал Уже Давно Собран Его Столько Что За всю Жизнь Обработали Ладно Мне Про вас Говорили Зачем Меня Отвлекаете Я Собственно Не Отвлекать Вас Пришел За Помощь Дело Непростое Я пытался Несколько Снимков Сделать А в итоге Получил Фото Материал С очень Большими Искажениями Несмотря На то Что У меня Специальная Флэш-карта С линзовым Коп Как Потом Выяснилось Все Дело В оптике Трамера Обычная Оптика В условиях Аномальной Активности Зона Не позволяет Получать Качественные Фотографии Мне Последовали К вам Обратиться За помощь Так Как В итоге Хороший Специалист В этой Области Очень Нужно Провести Модернизацию Мои Попоками Чтобы Можно Было В условиях Аномальной Активности Получать Более Немного Четкие Азербайджальные Загрузы Вот Оно Что Да Я Специалист В области Оптики И Много Чего Пытался Модернизировать Занимая Свою Работой Здесь В зоне Мне удалось Провести Модернизацию Несколько Клабораторных Микроскопов И Учить Свою Смотрю Прибор Ночного Видения Но Большого К сожалению Добиться Мне Удалось Я Пытался Совершенствовать Еще Я Смотрю 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 Но Было У меня Ничего Не Нужно Так Значит Вы Мне Не Сможете Помочь Я Навряд Но Есть Один Человек Который Возможно Сможет Сделать То Что Детем Он Правда Сейчас Не Здесь Зовут Его Летча Он Мастер На Все Руки Сам Робот Сказать Не И Не Специального Откуда Такие Познания В Любых Маучных Областях И Откуда Такая Слепалка И Четель Он Как Раз И Настроил Наш Мощный Телескет Который Не Не Уголос Тесочный Мак Этого Диггера Сахара Нашел Деревник И Велик Это Ко Всю Помочь Мы Углечим Слушаем Ранее О Его Способности Это Ключа Некоторое Время Работал Нас Сахар И Принесил Левши Пристал Для Наших Диггер Эксперементов Именно С помощью Этих Пристал Принесился Андрей Голодки Телескет Вы Сказали Что Левши Сейчас Здесь Нет А Где Я Могу Левша Диггер Которых Много В Последнее Время Бо Е Зоне Но Такого Как Он Больше Нет Слышал Я Что Левша Вместе Группа Диггеров Отправился Не так Давно Вглубь Зоны Отчуждения Эти Сумасшедшие Искатели Приключений Устроили Себе Что Типа Бара На Территории Одной Заброшенной Фабрики Говорят У них Там Целый Фарпоз Со Своей Инфраструктурой И Прочими Прелестями Дорога Туда Лежит Через Тром Зону Жуткое Место Скажу Я Поискать Тебе Левшу Он Там Вроде Бы Как Заглавный Ну Хоть Что То Спасибо Вам За Полезные Свети Я Как Раз Скоро Буду Все Вот Мы Узнали Про Левшу Он Действительно Находится В баре И Там Его Нужно Будет Искать Так Ну А Мы Тем Временем Быстренько Сбегаем Опять же Здесь Вот На Полигоне В Одно Местечко И Подберем Там Сайгу Без Который Прохождение Этой Игры Превратится Прям В какой-то Кошмар Блин Прям В аномалии Нужно Было Мне Залезть Ладно Ладно Блин Еще Чуть Было Не Залезть Я вот Одного Не понимаю Где Я так Научился В аномалии Лезть Так Ладно Живой Слава Бог Это я Еще Да Хорошо Что в живых Остался Кстати Нам Вот Выдали Такой Вот Прибор Автозагрузчик Нам Нужно Будет Вертолеты С помощью Него Сканировать Получать И получать Данные Всего Как Говорил Педренко 10 Вертолетов Исследуем Мы их Не прямо Сейчас А чуть-чуть Попозже Потому Что Доступ В Мертвый Город Будет Ближе К середине Игры А В Колхоз И в Припять Ну Попасть Можно Будет Только Во время Телепортов Ну И Как Ближе Уже К Концу Игры Так Ладно Эти Свиньи Или Можешь Подстрелить Их Пару Штук Прямо Сзади Зря Я Нужно Было Сначала А Потом Уже По Свиньям Стрелять Так Ну В общей части Мутантов Вещи Хорошие Ну Их Нужно Таскать Все Время С собой Но Правда Не все Определенных Типов Некоторые Вообще Не Понадобятся Так Ну И вот Да Вот Здесь Башня И Вот Как бы История Да В принципе Которую Я не читал Ну Ее И В принципе Да И читать Думаю Не особо Интересно Если Рассказать Вкратце То Это История Об Одном Сталкере Который Потерял Вот Возле Этой Башни Очень Хороший Дробовик Под Названием Сайга И Нам Его Нужно Найти Так Этот Дробовичок Находится Вот Здесь Вот Возле Одного Из Дерев Так Возле Этого По-моему Так Нету А Здесь Здесь Аномалия Так Продолжаем Искать Так Где-то Он Здесь Должен Быть Найти Найти Его Вообще Очень Важно О Вот Она Жарко Чуть Я Было В нее Не Зашел Так Так Нету Нету А что же Случилось Может быть Он Текстурен И упал Такое Может Быть Ну Быть Он Должен Быть Он В любом Случай Должен Где-то Здесь Вообще Вот Под Этим Деревом Должен Быть Но Его Здесь Нет Или Под Этим Деревом Так Ладно Давайте Мы Сохранимся Ну И Быстренько Перезагрузимся Потому Что Вполне Возможно Что Провалился В текстуры Такое Тоже Вот Очень Часто Бывает Так Хорошо Давайте Еще раз Вот Пройдемся Так Так Здесь Нету Так Я уже Здесь Все Деревья Пометил Блин Здесь Опять В эту В эту Жарку Чуть Не Въехал Так Здесь Тоже Нету Печаль И Здесь Нету Печаль Так Ну Вообще Да Так Далеко Он Уже Не Должен Будь Ближе К Той С С С С С С С С Так, ну что ж, ладно, нужно будет искать А я точно его не подобрал, нет, я бы его увидел, блин Какая-то, блин, подлая аномалия появилась в таком вот нехорошем месте Так, нет, это уже слишком далеко Так, и вот здесь вот тоже электро Что за дикий респаун? Аномалия? Так, ну да, да, дальше, дальше не должно быть Нет, он вот именно вот здесь-то был Редактор субтитров А.Семкин А.Кулакова А.Кулакова так 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 давай давай гиг папочки да я честно сказать без понятия без понятия почему так жестко и жестоко давайте да мы пробегаем здесь все деревья здесь как бы в принципе да лес как раз как раз вот под конец жизни можно будет все деревья здесь отбегать так может быть здесь вот да нет здесь вроде бы нет так ладно ребята я думаю я не буду вас долго задерживать в общем то я думаю эту серию мы закончим именно на этом моменте без записи я кстати вот поищу более подробно ну уже следующую серию я думаю мы начнем именно с этого момента ну что всем спасибо за просмотр всем пока до новых встреч